Город не ушел под землю, рудник второго рода управления продолжает вести закладочные работы, первый Соликамский работает в штатном режиме. Ни один из слухов, которые эмуссировались в городе после аварии, не прошел проверку временем. Уралкалий совместно с научными институтами развернул в районе Воронки комплексную систему мониторинга, которая улавливает каждый чих земных недр. В настоящее время организована система комплексного мониторинга, и прилегающей территории в районе Провала, и полностью всех зданий, сооружений подработанных. Все развивается в соответствии с прогрозами научных организаций, никаких посылок для волнения нет. Размер Воронки на сегодняшний день составляет 122 на 125 метров. Идет естественное обрушение ее бортов. По данным аркшейдерского и космического мониторинга, скорости оседаний вокруг опасной зоны составляют до 4 мм в месяц. Это совсем не критично. К примеру, в соседних Березняках оседания вокруг знаменитых провалов в аналогичный период достигали нескольких десятков сантиметров. Причина спокойствия ученых на этот счет в отсутствии разработок орналита на 2-м Соликамском родоуправлении и активное ведение закладочных работ еще с 1995 года, когда произошло землетрясение. Именно оно через 20 лет и спровоцировало появление провала в ключиках. Наша задача не самоуспокаиваться, естественно, вести контрольный мониторинг жилого сектора через управляющие компании. Публичное общество, акционерное общество «Уралкали» работает по своему плану. Поэтому думаю, что здесь совместными усилиями можно решить и вопрос минимизации последствий, и вопрос мониторинга для того, чтобы нашим жителям было спокойнее и понятнее вся система, которая на сегодняшний день настроена и работает в городе Соликамске. А речь идет именно о системной работе. С одной стороны, продолжается мониторинг от ежесуточного замера уровня рассола в шахте до съемки из космоса. Но главные работы направлены на контроль за уровнем водопритока. Откачиваются подземные воды. Сама воронка заполняется многокомпонентным глинистым раствором. Цель – не засыпать воронку, а затампонировать щели, по которым пресная вода проникает в рудник. Сегодня уровень твердого дна воронки уже находится на уровне грунтовых вод, а сейсмодатчики не фиксируют каких-либо разрушений горного массива. В результате средний приток воды в рудник за август, несмотря на дождливое лето, составил всего 160 кубометров в час. Это позволяет руднику спокойно вести работы по закладке шахтных пустот. Как отметил исполняющий полномочия главы города Игорь Давлетшин, за ситуацией внимательно следит и рабочая группа при правительственной комиссии. Так что поводов для беспокойства у жителей города быть не должно.